Привет всем, ребята! На связи GrimOptimist. Наверное, этот блог может побиться за звание самого ущербного в плане качества, потому что отвратительное качество картинки. У меня телефон за 5000 рублей и фонит звук. В общем, все плохо. Кроме того, я вынужден снимать не на фронтальную камеру, потому что фронтальная камера здесь настолько отвратительна, что на нее даже страшно смотреть. И, собственно говоря, почему я сегодня решил вообще это все записать? Давно меня просили рассказать про Пермские ворота, знаменитую букву P в моем городе. И вот сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она примерно выглядит. Вот тут даже дети бегают. Эту херню, ребята, я надеюсь, меня слышно. Тут просто рядом трасса. Вы видите, да? Короче, это место находится примерно в... Вот именно сейчас нужно поезду проехать. Именно сейчас. В общем, суть в том, что отсюда до моего дома идти примерно 15 минут пешком. И вот эту вот постройку, скажем так, ее сделали в 2011 году. Ее цена на тот момент, насколько мне известно, была около 9 миллионов рублей. То есть это еще до того, как рубль рухнул и так далее. И как бы это типа символ города, пацаны. Самое интересное, что вот там вот находится вокзал Пермь-2. Это, наверное, крупнейший железнодорожный вокзал Перми. Ну, кто-то может поспорить, что Пермь-1, но это не важно. Пермь-2 на самом деле важнее. Ну, как, он просто больше там всяких... Неважно, короче, забейте. Суть в том, что человек, когда он приезжает в наш город, вот по этой вот дороге, он видит... Первое, что видит, это вот хрень. И я, если не забуду, сделаю, короче, фотку прикреплю, где будет показано, как эта хрень выглядела, собственно говоря, когда ее построили. Состоит она там металлический каркас в середине. Вот. И дальше вот из бревен такая вот, собственно говоря, конструкция сделана. Эти бревна, они закреплены при помощи скоб, чуть позже я это покажу, плюс здесь металлический каркас. Это буква П, ну, ее называют по-разному, табуретка, там, как только они называли, да. И суть-то в том, что она должна символизировать, типа, город, Пермь, буква П, а с какой стороны не посмотришь, я вот сейчас покажу. Вот. Видите, она с этой стороны тоже как выглядит, как буква П. Ну, то есть, как табуретка со всех сторон. И, типа, ну, П, Пермь, все такое. Но это выглядит как полное дерьмо. Причем сейчас это все еще... Я чуть позже подойду, и вы увидите, насколько гнилые здесь бревна уже. Все какое-то засранное, серое. Даже когда она была из новых бревен, такого, ну, древесного, приятного, коричнево-желтого цвета, все равно это выглядело как параша. И самое смешное, что в тот же день, когда, ну, в тот же год, вернее, как ее построили, ее пытались сжечь неоднократно. Но эти бревна пропитаны специальным антив... ну, тем, возгорательным каким-то составом. Я не знаю, что там за вещество используется. Вот. И так называли, что вандалы решили сжечь эту букву. Но прикол-то в том, что у нас в Перми довольно немало, есть разных памятников. И я единственные случаи вандализма, которые слышал, это были, ну, вот люди, которые пытались, там, руки, ноги отпиливать, головы, чтобы сдать их на цветной металл. Вот. А такое, чтобы кто-то просто так что-то разрушил, вот именно, ну, из хулиганской побуждения такого, раньше я не слышал. И это, ребят, не случайно. Сейчас подведу поближе, и вы увидите сами. То есть, как это все выглядит? Вот обычные серые полусгнившие бревна в птичьем дерьме, да, то есть, вот тут, видите, такие скобы. Вот, близко, да. То есть, она везде так практически скреплена. Ну, это не дает ей разрушиться. И, конечно, ребята, ну, ну, ребята, выглядят как полное говно. Ну, вот честное слово, да. То есть, я, конечно, моральный тип, там, все такое. Я не разбираюсь в искусстве и все так, ну, и так далее. Но, по мне, вот эта вот хрень, она, я не знаю, что она должна символизировать, но, но, ребята, это жесть. То есть, просто человек, который въезжает в город, он видит вот эту вот хрень из грязных бревен, да, старых, сгнивших. И, ну, какие у него могут быть, скажем так, мысли о нашем городе, да, при том, что он в нем еще и толком не был, когда он видит вот на въезде уже вот такое вот дело. У меня отношение, как вы поняли, резко негативное к этой херне. Вот, у нас, говорю еще раз, много памятников есть разных. Есть исторические памятники, есть там разные, есть даже танк Т-34, да. Но вот это вот говно, это просто, ребята, за гранью добра и зла. Сейчас давайте зайдем вовнутрь. Ну, тут, как бы, в принципе, нечего особо смотреть. Так же он выглядит. То есть, пошарпанные бревна, облеванные какие-то все. Тут уже все, уже ссали люди там, срали, я не знаю. Тут я слышал, что есть камеры. То есть, тут что-то даже милиция патрулирует, вроде полиция, вернее, патрулирует, потому что пытаются постоянно это вот расхерачить. Кроме того, здесь постоянно лазали раньше люди разные. То есть, ну, типа, вот как это называется, там, те, кто ползает, кто любит. Ну, по всяким этим. Вот, естественно, то есть, тут надежности никакой нет. Неизвестно там расчет именно конструкции в плане отдельных бревен, какую, что она способна выдержать. Поэтому падали. В общем, ну, вот тут в середине дырка, да. В общем, ребята, вот такое вот у нас в городе есть, я не знаю, архитектурное такое вот сооружение, если вообще его можно так назвать. Вот, в простонародье табуретка. Самое отвратительное, не знаю, архитектурное сооружение, которое я видел в своей жизни вообще. Так что, если будете у нас в городе, в Перми, то не судите по нему, вот по этой вот херне. На самом деле, у нас все еще хуже. Ха-ха-ха. Не, ну, я шучу, у нас есть хорошие вещи. Но суть в том, что вот такое вот говнище. Надеюсь, что было интересно. Ребят, сори за такой формат. Сейчас я себя снова покажу. Увидимся как-нибудь в следующий раз. Если есть желание смотреть что-то подобное, я могу надыбать камеру у своего друга. У меня ужасный вид. Сейчас у нас 34 градуса тепла. Очень жарко. Я весь в поту. У меня уже волосы, как будто я два месяца не мылся, да. При том, что с утра душ принимал. Но такие вот сейчас у нас условия. Так что, ребята, спасибо за внимание. Я говорю, если хотите в будущем что-то такое, то палец вверх ставьте. До скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.